В годы Великой Отечественной они спасли жизнь шестимесячной еврейской девочки. Они – это бабушка и дедушка Клавдия Дохненко, жительницы Ставропольского края. В Москве ее родных наградили медалью праведников народов мира посмертно. А теперь и в родном краю отметили поступок предков. Страшная была война, и каждый человек, который спас хотя бы одну жизнь, он святой и бессмертный в нашей памяти. К этим словам присоединился и посол Израиля в России Гарри Корен, который накануне впервые приехал на Ставрополье. Для него знакомство с регионом началось с Кавминвод. Второй же день израильской делегации стартовал от исторического парка. Здесь нет ни одного экспоната. Мы не как таковой музей, мы исторический парк. Это 220 тач-столов, 380 проекторов. То есть все можно пощупать, можно попробовать. И здесь один гигабайт информации сразу входит. То есть у нас интернет, один мегабит сюда постоянно обновляется. Каждую неделю мы можем показать вам что-то новое. И что-то новое Ставропольцам тут же предложила иностранная делегация. Дополнить стенды информации о жертвах Холокоста времен Великой Отечественной войны. 27 января это международный день памяти жертв Холокоста. Можно к 27 января. Мы к 27 января мы можем подготовить выставку и подготовить информацию для экскурсоводов. Здесь у вас есть очень хорошие специалисты. Мы поддержим, поможем. С удовольствием. Мы тоже хорошие совместные. Из четырех экспозиций парка иностранные гости осмотрели только одну. Однако успели даже спеть пионерский гимн. После экскурсии посол поделился впечатлениями. Это замечательный музей. Кажется, один из самых передовых мерий, которые удалось видеть. И наглядно, я думаю, для молодого поколения есть тут что делать. Хотелось быть школьником на целый день. Но впереди работа. Позже в планах у иностранной делегации поездка в Благодарный, чтобы почтить память жертв Холокоста. В городе на месте массового расстрела пленных евреев в году Великой Отечественной открыли памятник. Тем временем делегация отправилась на молочный завод. Начали с цеха по производству мороженого, которое, кстати, экспортируют и в Израиль. В этом году мы уже третий контейнер отправляем. И еще у нас заказы на следующий уже есть. Контейнер 100 помещается. Ну это 20 футовый. Ой, 40 футовый. Вот это где-то больше 10 тонн, потому что мороженое, оно же легкое. Ставропольскую продукцию гости попробовали прямо на месте. А также узнали, что завод производит кошерную еду, которую отправляет в столицу страны, а также в местные общины. Сколько футов вы представляете в этой категории? Ой, вы знаете, порядка 100-40. 100-40? Потому что здесь фруктовые. Соленая пирамиды, да? А накануне, на встрече с губернатором края Владимиром Владимировым, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Ставрополь, помимо лечебниц, знаменитых, это все-таки сельскохозяйственный регион, житница, да? И я думаю, это в большой степени соответствует тем направлениям, которые обсуждаются на федеральном уровне с Россией. Для Ставрополья, в свою очередь, интересен агропромышленный опыт иудейского государства, а также партнерство в фармацевтической отрасли, медицине, в области курортологии и туризма. Ирина Ивановская, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.